Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о таком достаточно распространенном и набирающем популярность методе анализа данных, как графовая аналитика. Посмотрим наглядные примеры и разберемся в том, как можно использовать преимущества, предоставляемые таким методом анализа в дополнение к тем методикам, которые вы уже применяете. Само понятие графов пришло к нам из дискретной математики. Граф это математический объект, который изображает отношения между сущностями. Подчеркну здесь слово отношения. Граф состоит из вершин объектов и ребер связей. С помощью графов можно представить разные ситуации. Графовый анализ это мощный инструмент, это набор методов, направленных на изучение связей между сущностями. При помощи этих методов исследуется структура графа и выявляются неочевидные зависимости. Другими словами, графовая аналитика это набор методов, направленных на изучение сложных зависимостей между сущностями, что позволяет находить взаимосвязи и предсказывать вероятные связи в сложных взаимосвязанных структурах. Графовая аналитика используется во многих аналитических исследованиях и их последующих использованиях в достаточно обыденных ситуациях. Приведу несколько примеров использования. Например, графовый анализ используется в логистике, а именно в навигаторах, для определения кратчайшего маршрута между точками перемещения. Также графы помогают транспортным компаниям определить оптимальное расположение распределительных центров и складов. В телекоммуникациях операторы сотовой связи используют графы для определения количества и расположения вышек сотовой связи, чтобы обеспечить максимальное покрытие. Для банковского сектора графовая аналитика позволяет анализировать клиентов. Например, проверять соответствуют ли они критериям для выдачи кредита. Графы в том числе используются для антифрода, чтобы определить мошенников и аффилированных лиц. Сфера маркетинга вообще максимально часто используют данный вид анализа для своих задач. К примеру, для определения наиболее влиятельных людей в социальной сети, что очень важно для маркетологов и рекламодателей, чтобы направлять свое внимание именно на этих людей. Графы полезны для создания рекомендательных систем, основанных на предпочтениях пользователей, истории просмотров и сходстве продуктов. HR-подразделения применяют графовую аналитику для своих задач, например, для выявления социальных групп или лидеров-экспертов, к которым коллеги обращаются за консультациями, что позволяет эффективнее управлять кадровой политикой организации, в частности осуществлять оценку скрытых компетенций и потенциальных зонороста. Фрод-менеджмент задействует данную методику, когда необходимо найти непрямые связи между юридическими или физическими лицами там, где этих связей быть не должно, в соответствии с принятыми в организации нормативами. Графовая аналитика предоставляет мощные и гибкие инструменты для анализа данных, особенно в ситуациях, когда необходимо учитывать связи между объектами. Существует множество инструментов и языков запросов, которые упрощают работу с графами. Об одном таком инструменте мы поговорим сегодня подробней. Речь пойдет о специализированном расширении для продукта класса BI ClickSense. Вообще, графовый анализ является идеальным дополнением к BI-системе, поскольку, во-первых, BI сам по себе тот самый инструмент, который изначально предназначен для работы с массивами данных и уже содержит помимо самих данных наборы средств для их анализа. Во-вторых, BI это инструмент работы пользователей, в частности аналитиков, которые и являются основными потребителями графовой аналитики. Поэтому встраивание графовой аналитики в BI очевидное и логичное решение. Давайте посмотрим на примеры того, как выглядят уже готовые графовые модели, встроенные в ClickSense.